перед тем как начать тестировать вот эту малюточку у меня возникла одна небольшая дилемма как собственно говоря это сделать ведь эта камера позиционируется как инструмент для блогеров то есть блоги-влоги и все такое сопутствующие модненькая но мне хочется проверить эту камеру и на универсальность вывод нужно сделать две оценки одна касается блогерства а другая универсальности и их по-разному пометил чтобы вы не запутались в отличие от камер с откидным или поворотным экраном часто используемые для влогов у этой малютки есть четкая позиция она как не удивительно именно для влога хотя конечно panasonic также отмечают что она полезна в путешествиях в общем это то что всегда с собой то что вытаскиваешь из кармана нажимаешь запись видео и снимаешь себя любимого ну и конечно попутно можно наделать фоточек ключевые особенности g100 это то что она маленькая то что она легкая и то что может писать качественный звук в тушку стабилизация конечно тоже имеется но в тушке на электронная и вместе со штатным объективом мы получаем пяти осевую стабилизацию однако если снимать в hd не путать full hd то получаем уже 4 осевую стабилизацию особая фишка данной малютки это конечно запись звука в тушку я имею ввиду качественная запись тушку поскольку здесь есть интеллектуальная система распознавания голоса если быть точным g100 понимает где относительно него вы находитесь и как далеко ну и какое фокусное установлено на объективе в меню можно задать полностью автоматику по звуку так и специально заготовленные сцены анализа источника звука это может быть как ваш голос так и что-то иное допустим пение птиц когда идет запись видео g100 отслеживает вашу голову и глаз только для этого не забудьте включить соответствующий пункт меню а то что запись точно идет можно не двусмысленно понять по огромной красной рамке мне кажется даже дальтоник ее заметит поскольку она действительно заметная в моей комплектации в довесок также идет специальная рукоятка она же тренога этот девайс помощь для удобного хвата или допустим поставить g100 на стол или на землю под нужным углом нажать запись видео или сделать снимок или нажать кнопку slip и здесь даже без пояснения понятно какая кнопка для чего нужна аккумулятор и отсек для карты памяти находится по соседству снизу слева на тушке вход для микрофона а справа вход под micro hdmi и micro usb у g100 сенсор lightmos 20 мегапикселей дающий 12 стопов динамического диапазона для видео если снимать вилок фоточки этой малюткой конечно тоже можно делать но фото здесь конечно не основная задача хотя стоит отметить что данная малютка способна выдавать аж 10 кадров в секунду часто для видео и особенно для влога более важным является звук поэтому давайте оценим насколько качественный звук получится если записывать его именно в тушку итак по звуку сейчас у нас стоит авто такой звук будет если я нахожусь позади такой звук будет если я нахожусь позади такой будет звук если я нахожусь слева такой будет звук если я нахожусь слева джисто смотрит на меня джисто смотрит на меня звук если я нахожусь справа от камеры звук если я нахожусь справа от камеры Я нахожусь позади, сейчас слева, сейчас камера смотрит на меня, я нахожусь справа, а сейчас режим, при котором камера оценивает звук только спереди. Сейчас меня должно быть слышно чуть получше. А вот это оптимальная позиция, когда звук должен быть максимально качественным. А вот это оптимальная позиция, когда звук должен быть максимально качественным. Сейчас звук должен стать похуже. Сейчас звук должен стать похуже. Режим трекинга в домашних условиях делать, мне кажется, не очень тактично. Он как раз таки подходит для уличной съемки, если вы хотите, чтобы камера отслеживала ваше положение, лица и фокусное расстояние самого объектива. А сейчас отслеживание звука уже позади G100. А сейчас отслеживание звука уже позади G100. Данное положение меня должно быть слышно хуже. Данное положение меня должно быть слышно хуже. Понятное дело, если я сейчас поставлю камеру, куда-то отойду, то никакой встроенный динамик меня не спасет и меня будет слышно плохо. Поэтому мое физическое расстояние относительно камеры очень важно. Хочу добавить еще несколько слов о дополнительном хвате. Он достаточно длинный и удобный, но очевидно, что кабель подключения длинноват. Хотелось бы, чтобы он был немного поменьше. И еще, чтобы можно было отсоединять его с двух концов, а не с одного. Поскольку здесь может быть такая ситуация. Когда с этим маленьким кабелем, допустим, случилась какая-то беда, то получается нужно покупать новый хват. А не хотелось бы. И снова озвучу свои пожелания, что в такие хваты нужно обязательно встраивать аккумулятор. А для самого G100 хотелось бы возможность питания по USB, когда идет видеозапись. Здесь этого, к сожалению, нет. Автофокус новинки чем-то напомнил G90. Были моменты, когда все снимки, я имею ввиду абсолютно все, в фокусе. Но также были неудачные дубли. В общем, случаев, когда фокус соскакивал, где-то 10-15%. С точечным фокусом все ожидаемо. Если освещение хорошее, то G100 легко находит объект. Дальше сложнее. Что же с автофокусом по видеочасти? Если вы будете именно бежать на G100, то она не всегда сможет отследить ваше лицо. И моменты соскока будут наблюдаться довольно часто. А вот неспешную походку она легко осилит и достаточно четко отслеживает лицо. По точечному фокусу все аналогично, как для фото. Света много, все стабильно. Но мини-дыхание даже в таких условиях все же наблюдается. Если слабое освещение близко к темноте, то уже начинается явное дыхание и поиск объекта для наведения фокуса. Но стоит отметить, что в итоге, хоть и долго, объект таки попадает в фокус. Даже если действительно темно. Что же по видео именно для влога? Тут надо отдать должное Panasonic. G100 действительно качественно отслеживает голову. И моменты, когда фокус соскакивал на бесконечность были нечастыми. Так что свои основные задачи, конечно, эта малютка осиливать с лихвой. Но, конечно, есть но. Для начала стоит пояснить, если ваша голова находится в мишени и даже глаз, это не значит, что вы в фокусе. Когда же случаются такие казусы? В моем случае такие соскоки были, когда я делал какие-то жесты и частично заслонял лицо. Именно тогда фокус начинал гулять. Хотя индикация показывала, что моя голова и глаз все еще в мишени. Когда же вы снимаете что-то еще помимо себя, то фокус понимает, что от него хотят. Наводится плавно и четко. Почти всегда. Почему я сказал почти? Дело в том, что с контрастным автофокусом, пусть и DFD, есть всегда одно «но». Если вы пытаетесь наводиться на что-то без явных линий, что-то монолитное, допустим, тот же 100 может не понять, что вы от него хотите. Хотя из данной системы автофокуса Panasonic действительно пытаются выжить максимум. Максимальным значением для фото я бы назвал ISO 2000. И 3200, если хотите пошаманить на посте. Дальше, точнее выше по ISO, это уже для соцсетей и для тех случаев, когда в ваших фото не будут изучать каждый пиксель под лупой. Что же по видео? Максимальным значением для 4К ISO 4000, а для Full HD 3200. Выше, если только включать шумодав, в тушке или уже на посте. Но логично, что в этом случае видео становится менее резким. По динамическому диапазону, плюс 2 и минус 2 ступени промаха можно восстановить без явных искажений. Дальше уже идет смещение цвета. Неприятным моментом является кроп для UHD, что логично создает некие неудобства для влога. Поэтому, если визуально в видео вы хотите быть чуть подальше, то можно либо поменять объектив, либо, как я сделал, поменять хват, то есть удлинить. К основным плюсам G100 стоит также отнести ее системность, то есть возможность устанавливать любую оптику. То есть сегодня можно взять блинчик Zoom, на следующий день макрообъектив и так далее. Или взять, допустим, Feshire, поскольку для влогов полезно в видео захватить большую площадь. Я думаю, компания Panasonic в своей G100 нацелилась на тех, у кого уже есть что-то в данной системе. Допустим, GH5 с оптикой. Тушка становится меньше, мобильнее, а оптика та же. Даже в самом плоском профиле V-Log я не заметил никаких искажений, ни на каких значениях ISO. То есть никакого мерцания, разве что появление шума с увеличением ISO. Но это абсолютно логично. Хочу отметить важный момент. Для UHD максимальное время записи составляет 10 минут. Для Full HD 50 и 60 FPS это 20 минут. Для меньших значений FPS для того же Full HD уже знакомые нам полчаса записи. Полностью истощив один аккумулятор, я так и не смог заставить G100 отключиться, снимая видео на максимально возможных значениях. К слову, запись длилась 65 минут в домашних условиях. А вот на улице, ничего не меняя, получилось 50 минут. И, кстати, было не так уж и холодно. Плюс 6. А сейчас буфер. Итак, если вы снимаете RAW, то в нижнем правом углу G100 вам покажет возможность 28 снимков. Но по факту получается снять на 10-15 снимков больше. Если снимаете RAW плюс JPEG, то опять же вам показывает возможность 26 снимков. Но по факту на 8-10 больше. Если же снимать JPEG, то у вас получается почти 500 снимков. А уже потом, возможно, вы услышите какое-то замедление. Но важно понимать, это зависит и от того, какая у вас SD-картан. К сожалению, в G100 вы точно заметьте MUAR. И он заметен как в 4K UHD, так и в Full HD. Как при Full HD, так и UHD эффект Rolling Shutter есть. И забавно то, что он практически идентичен. Ну и, конечно, стоит оценить, насколько оперативно выводится картинка на Live View. Что ж, для видео небольшие запоздания есть, но, как по мне, они вполне допустимые. Поскольку есть камеры, где все гораздо медленнее. Как вы понимаете, все видео снимается в V-Log L. И можно оценить, сколько деталей получается вытянуть в солнечный день. В качестве одного из плюсов G100, Panasonic указывает, возможно, съемки вертикального видео. Я, конечно, не фанат такого, но если вы живете ТикТоком, допустим, то это для вас. И то, что у G100 есть видоискатель, это, конечно, плюс. Как минимум, удобно делать снимки в солнечный день. Итак, подытожим. Для влога подойдет? Подойдет. В поход подойдет? Тоже подойдет. Фоточки поделать? Подойдет. Касательно звука тоже все четко. Но нужно его изучать и понимать, в какой сцене что выставить. Из минусов, что уже были озвучены, это, конечно, 10 минут UHD, 20 минут на 50 и 60 FPS Full HD. И только с меньшим значением мы получаем полчаса съемки. Автофокус, конечно, четко отслеживает лицо и глаз. Но активные жесты, если вы, допустим, весь такой импульсивный, когда что-то вещаете и машете руками, то я не исключаю возможность того, что все-таки фокус соскочит на бесконечность или более близкий план, а потом уже на лицо. В остальном же G100 вполне себе выполняет поставленные задачи. Блог или взять в отпуск, чтобы быть налегке. Для этого она, как по мне, абсолютно годится. Но, конечно, и это абсолютно логично, у нее есть минусы. Итак, что же можно сказать в итоге? Ну, во-первых, я вижу, что мне давно пора в барбершоп сходить. Барбершоп. Ну и к логопеду заодно. Тоже не помешает. В общем, плюсы и минусы, отмеченные мной по данной камере, вы сейчас видите на экране. А две оценки по моим ощущениям от использования, две разные оценки, тоже сейчас на экране. Удивительно. Все на экране. Давайте посмотрим, какая итоговая оценка по двум пунктам. На этом все. Спасибо, что смотрели. Оцените видео положительной или отрицательной оценкой. Помните, что у нас есть небольшая проблема с колокольчиком. Если вы хотите помочь нашему каналу, пожалуйста, нажмите колокольчик «Все уведомления». А в идеале нужно отписаться и заново подписаться, тогда это 100% сработает. Именно такой алгоритм помогает получать уведомления о новых вышедших видео, именно нашим подписчикам. Большое спасибо, что с нами. Оценивайте, комментируйте и даете оценки. Не важно, какие. Мы рады любой оценке с вашей стороны. И, конечно же, критике. Критика всегда полезна. Все. До встречи в следующих видео. Пока. Давайте так, чтобы повеселить вас немножко. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла Кларнет. Я по вашей просьбе к логопеду начал ходить и каждый день вот так разговариваю. Уж не знаю, сколько займет времени, когда я начну говорить так, как вы хотите. Или так, как я уже хочу, видимо. Но мы сейчас оцениваем звук G100, так что не отвлекайтесь.